Доброго времени суток, уважаемые любители шахматы. С вами Шахматный Феникс и... Да, я не до конца уверен, что данное видео попадёт в группу. Мы, конечно, спросим разрешение у Антона, но... У нас же вроде была рубрика, где мы комментируем что-то. Да, тут мы комментируем своих, понимаешь, в чём дело? Да, мы так и назовём, комментируем своих. Ну, кстати, Антон хочет дать мат в один ход, это довольно неприятный угроз. Как защититься? Не, ну это не защита, потому что здесь вводит С4 был ход. Да. Почему К5? Что за К5? Не понимаю я, почему К5? То есть С4, может, на Б8 Антону не нравился, но там вроде был ход ферзь А8, и на К7 КБ6. Ну, ты видишь, он всё равно... Так, что Антон делает, я не пойму. КБ6 вот сейчас не выигрывал ферзя. Мне кажется... Вместо ладей А7, КБ6. По-моему, выигрывал ферзя на месте, нет? Тут ещё более интересное событие. Кирилл, это не чат читаю, посмотри на позицию. Да я смотрю на позицию. Вместо ладей А7, КБ6. Ферзя просто забирала в углу. А теперь Антон снова, кстати, хорошую позицию, наверное, имеет. Он пожертвовал коня? Может, и нет. Фигуру жалко. Но по сравнению с тем, что могло произойти ходом ранее, это просто замечательно. Я думаю, что Антон сейчас заберёт пешку на А6 всё-таки. Потому что на ферзь С6 последует конь С7, и после этого чёрные начнут с силой менять ферзей. Как оценишь позицию? Динамическая. Что динамическая, это же не оценка. Нормальная позиция, я выиграл. А, я ещё немного отстал от жизни. Потому что у меня почему-то замёрзло на 5 ходов раньше, и в итоге тут, конечно, у белых уже очень хорошо стало за эти 5 ходов. Качка лишняя. Не, ну это выиграно теперь уже просто. До этого было скорее в пользу чёрных, а теперь выиграно у белых. Но теперь как реализовывать перевяз? Если честно, Антону Сидле повезло, потому что так он бы 6 выигрывал просто на месте. Ферзя там, всё остальное. Ну как реализовывать? С4 в какой-то момент сыграть, сбить фигуру. Стоп, 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 стоп. Что это? Это вряд ли может быть хорошо. Хотя... Король H1? Или... Почему так? Зачем так? Король H1 с идеей, чтобы шаха не было никакого. Мне не нравится шаха, потому что как слон скрывается у чёрных. Король D7 вот сейчас. Антону больше времени. А, я думаю, он коня выиграл. Мне очень нравится это изменение. Ну вот предположим, сейчас король E8. И что делать? А, просто надо направить на F4, да, а потом B8 ферзь. Правильно? Да. Точно, король E8, ладя F4. А, ну так он просто коня зимнул. Мне это вообще не серьёзно. Я тебе говорил про этого, Леонель и Месси. В общем, странная партия какая-то. Сейчас Антон цирает в деда 4, и всё закончится. Отлично. Убедительная победа. Да, достойная победа. Продолжаем убедать за Антона. Крайне мере, это было очень интересно. Зевков там, конечно, было очень много на квадратный сантиметр, но... Голландка. Я думаю, если бы Антон получал бы против меня голландку в наших турнирах, счёт отличался бы от того счёта, который есть на самом деле. Просто играй как у них 3, а потом D3 на F5. Это немножко другое дело. Ну что, Е4, может быть, за белых? Е4 не сыграно. Ну, там Антон типичные эти ленинградские идеи проводят. Сейчас, наверное, Е5 просто. Хорошая позиция у чёрных. А Е4, конечно, если бы чёрным ещё дали поставить Е4, было бы совсем сказка, но такого никто не даст. А сейчас, Фирилл, тебя очень мало слышно. Мне скучно одному. Да, Никит, я тебя иногда покидаю, общаясь по поводу. Приятная новость. Понимаю, но... Ну, просто человек пишет и приходится ему отвечать. Ну, ты ему напиши, что был. Я комментирую. Да, не ставят меня на хер. Комментирую шахматы. Не нужны мне твои деньги, я комментирую шахматы. Интересно, что он тебе скажет. Кстати, Антон довольно интересно играет по астронийским мотивам. Но, если честно, мне кажется, что убило тут. У белых тут должна быть лучше. Фиридж 5 нельзя, слон Е7 тогда. Б6 ход я не очень понял. И ход А6 я не очень понял. Почему нельзя куда задать пешку? Ну, да ладно. Адят Д1. Сразу видно, что играющий белый шахматист очень солидно предпочитает ставить свои фигуры. Стратегия надежности, но... Смотрим. Не исключено, что черный дадут какой-нибудь мат. Он сейчас коняш 4, коняш 3, коняш 3, коняш 4. Да, это нагнетает. Нагнетает. Ну, посмотрим, с другой стороны, у белых это хорошая позиция объективная. Ну, конь Ц5 надо играть. Нет, Антон, грамота нагнетает под цитнот. Я понимаю, но вот конь Ц5 сейчас белые пойдут, и что делать? С грамотным нагнетанием дальше. Выбивать на Д1? Ну, ладья Д1. Что? Что ладья на А8 делает? Идти в беседку, феникс лежал вот. Нет, я не понимаю, что ладья на А8 делает. И тут Антон неожиданно дал мат, опровергая все мои рассуждения. Замечательно. Верзж 2, а коняш 3. Да, победа. Симпатично играет Антон, кстати. Да, Антон подкручивает, и его соперники теряются. Ну да, тут я думаю, Антон справится с этой позицией. Ну да, Антон молодец, кстати. 3-1 Антон уверенно ведет в этом матче. Закончим мастер-ролик, в котором был Соло Никита Петрова. Продолжение следует... Продолжение следует...